Сразу свою позицию озвучу. Сначала немножко о личности Надеждина, вот туда вот в прошлое сделаем камбэк. Понятно, что у разных людей есть какие-то скелеты в шкафу. Если взять меня, я не белый, пушистый, розовый зайчик. У меня в жизни были ошибки и заблуждения и так далее. Но тем не менее, всё-таки за последние 7-8-10 лет можно было всем уже давно прозреть и понять, что к чему и разобраться. Тем более после публикации в 21-м году страшного архива пыток. Но у Бориса Надеждина есть до сих пор медаль за укрепление уголовно-исполнительной системы. Вот это у ГУЛАГа 21-го века, которой он гордится, которую он публикует в качестве своего позитива и того, что он делал и так далее, от которой он никогда в жизни не отказывался, где он никогда публично не комментировал какое-либо там, не осуждал каким-либо образом вот эту бесчеловечную деятельность систем СИН и ФСБ, которая сначала 20 лет подряд пытала и брала под контроль с помощью пыточных конвейеров россиян, а начиная уже после открытой фазы войны с марта 2022 года, уже открытый, мы это видим, пытает и унижает, подавляет с помощью бесчеловечных методов тысячи украинских военнопленных, многих из которых принуждая к подписанию самооговоров и оговоров в отношении третьих лиц, и вот мы видим, да, только там сегодня и все последние месяцы регулярно Генпрокуратура России публикует страшные новости, известия о тех или иных либо пожизненных сроках лишения свободы, либо каких-то там 27-29-летних, сроках лишения свободы в отношении украинцев, которые просто были в своей стране и защищали свой родной дом, борясь с оккупантами. Так вот, возвращаясь к Борису Надеждину, ни разу в жизни, по крайней мере, то, что я внимательно проанализировал, все высказывания Надеждины за этот год и за все предыдущие, в основном, если посмотреть ленту Фейсбука Бориса Надеждина, там нечто среднее между членом клуба подмосковных рыбаков, подмосковных грибников и так далее. Какого-либо там сочувствия, эмпатии к украинцам, которых уничтожают с 2014 года тайно, а с февраля 2022 года открыто, я не встречал и не видел. Какого-либо сожаления и какой-то ответственности ответственности за происходящее тоже нет. При этом, еще раз, отматываем пленку, просто открываем Борис Надеждин, Сергей Кириенко, Яндекс или Гугл, любые интересующиеся, могут открыть и посмотреть. Огромное количество совместных фотографий. В тот самый период, когда Сергей Кириенко был премьер-министром в России и когда он приходил и представлял генералитету ФСБ, нового директора ФСБ России Владимира Путина, а именно через это он пришел во власть, Борис Надеждин был личным помощником Сергея Вадиленовича Кириенко. И с тех пор они рука об руку очень долгое время вместе. И, как известно, Кириенко — это приверженец стиля айкидо, использования силы противника. И то, что сейчас и все эти месяцы Борис Надеждин и администрация президента, это канцелярия диктатора Путина выполняет, это такое айкидо. Они взяли силу оппозиционеров, кто для них внутри России представляет какую-либо угрозу этому режиму, и используют ее против них. Они их выстроили в очереди, они им позволили на какое-то время немножечко каких-то антивоенных риторики, обсуждения. Но в конечном итоге, если в сухом остатке, о чем и речь. Они полностью Борисом Надеждином, таким, по сути дела, ноунеймом. С точки зрения большой биг политики, это ноунейм. Это человек, который помогает путинскому режиму имитировать, что якобы есть какая-то демократия, что можно быть на свободе, будучи оппозиционным, можно собирать подписи. Но вот правда подписи были неудачно собраны, потом в результате все-таки удачно и те обжалуют Верховный суд. Это легитимизация в целом нынешнего диктаторского режима. Это вот та болезнь, которой очень многие страдают и болеют. Сказалось бы, уже все понятно. Бориса Немцова в 15-м году под стенами Кремля расстреляли. Россиян, тех, кто так или иначе действительно не соглашался работать на спецслужбы, били, пытали, насиловали, снимали это на видеорегистраторы. Через это ломали об колено народ. Страшная подлая война. Суды давно уже не суды. Люди в мантиях, если их вообще людьми можно называть, в России, это агентура администрации президента, агентура ФСБ. Черную мантию судьи, федерального судьи, в России невозможно получить без одобрения со стороны ФСБ и без личной подписи Владимира Путина, который дает этому человеку возможность судить. То есть, по сути дела, в руках диктатора в России сегодня все три ветви власти. Я понимаю, что сейчас в комментарии со временем придет достаточно большое количество людей, которые будут со мной не согласны, которые будут меня обвинять в том, что я на свободе и так свободно говорю, а не как надеждан пытаюсь что-то сделать внутри России. Ну, эта часть людей, видимо, переживает, им хочется, чтобы я сидел в соседнем штрафном изоляторе с Алексеем Навальным, а не продолжал разоблачение, которое я могу сделать здесь и сейчас. Но, тем не менее, они придут, они начнут об этом писать. Здесь важно понимать следующее. В России есть... Не надо спорить с Осечкиным. Попробуйте поспорить с Путиным здесь в комментариях. И напишите, пожалуйста, вот уважаемые зрители, подписчики, и даже не согласные со мной, у нас демократия, и уверенного Александра в комментариях тоже. Никто никого банить за инакомыслом не будет. Это не Россия. Так вот, в России есть свободный парламент? Или это марионетки, которые 100% голосуют за любое диктаторское решение? Очевидно, что там нету дискуссии, там нету оппозиции. Все эти партии, так называемые фракции, это вся история. У них у всех есть свои кураторы ФСБ и Управление внутренней политики. Если кто-то там на секундочку пытается что-то, тут же компромат, тут же уголовные дела, снятие иммунитета, арест, задержание, либо изгнание и так далее, как бы отъем активов. Это вот технология за последние 10 лет обкатана. Парламента нет. Судьи, как мы понимаем, это агентура ФСБ. Всю независимую прессу выкосили под корень, превратив в Роспропаганду, либо выдавив за пределы России. То есть свободной прессы нет, суда нет, парламента нет. Вся исполнительная власть смотрит на кураторов ФСБ. Кураторы ФСБ смотрят, что им говорят, их руководство. Руководство смотрит на Совбез, на Патрушева, Бортникова и так далее. Те смотрят в рот Путину и при этом помогают олигархату дальше продолжать грабить народ. В этой, во всей истории вся российская оппозиция либо убита, либо выдавлена за границу, либо сидит в штрафных изоляторах с гигантскими сроками лишения свободы. И вся основная задача, почему Надеждина использует для создания видимости какой-то конкурентной способности, с тем, чтобы вот эти самые люди перестали думать о том, что в ШИЗО с 19-летним сроком в колонии особого режима в Заполярье сидит Алексей Навальный. Чтобы никто не обсуждал, что 25 лет получил в колонии журналист и оппозиционер Владимир Карамурза с гигантским сроком, с билетом, по сути дела, в один конец. Все забыли о том, что говорил Борис Немцов перед войной и про Украину, и про то, что будет война, и что эта война не нужна. Он всё это предвидел. Его расстреляли, потому что у него был политический взгляд. Вот я тогда, когда с ним встречался, к сожалению, я его не слышал. Он мне говорил многое, я не понимал его. К сожалению, понял поздно, когда его уже не стал. В целом, это такое большое постановочное шоу, что есть ЦИК, что там есть какая-то состязательная процедура. Он того же Путина называет президентом, при том, что Путин является диктатором и военным преступником, которого вообще надо задерживать по-хорошему и выдавать на суд в ГАГу. А сейчас он собирается пойти в... Давайте вот по поводу России, чтобы не было ни у кого иллюзии и моего отношения. Когда мы говорим суд, суд это в кавычках, нету там суда. Он пойдёт в верховный, так называемый Верховный суд Российской Федерации, который полностью зависим от мнения Путина. И вот эта история, как бы опять же, все будут надеяться на так называемый суд. И всё шоу призвано показать, что в России есть оппозиционный кандидат, есть суд, есть какие-то элементы демократии. С тем, чтобы вся российская оппозиция участвовала в этих, извините за выражение, по-русски скажу, тараканьях бегах и не говорили о том, что, ребят, это фарс, это не выборы. Оппозиционеры либо убиты, либо выдавлены из России, либо сидят в колониях, отсутствие конкуренции, и что это просто идёт фарс для того, чтобы Путин себе ещё там 4-5-6 лет приписал себе возможность лицензию на убийство, на разграбление России и на контроль России от его мафии. Поэтому здесь всё-таки нужно людям определиться, это диктатура или это что-то такое гибридное, где оппозиционеров убивают, сажают на 20 лет, но что-то всё-таки ещё не до конца. Потому что в тот самый момент, когда люди признают, что это диктатура, что у руля военный преступник и мафия, тогда надо будет с этим что-то делать. Тогда нужно будет думать объединение всех там красных, зелёных, голубых, жёлтых и выходить, объединяясь и сносить. Либо принимать, что это диктатура и всему миру тогда говорить, что, ребят, мы не граждане, а мы просто население. Мы будем как в 30-е годы прошлого века смотреть через шторочку за кем приехал Воронок. Слава Богу, не за мной сегодня. Здесь ведь ситуация какая. Если до 22-го года были какие-то ещё иллюзии, сохранялись, хотя уже, в принципе, после расстрела Бориса Ефимовича на мосту перед Кремлём, в принципе, уже всё было понятно в этот год. Это как раз тот год, когда его убили. Через несколько месяцев я принял решение и покинул территорию России и уехал навсегда. С тем, чтобы сохранить независимость и возможность проводить наше независимое расследование, которое, опять же, направлено. Меня сейчас будут упрекать тем, что я во Франции, но я всё это время живу во Франции, но не кайфую, а занимаюсь расследованиями, чтобы разоблачать преступления путинского режима, ограничивать произвол его силовиков, с тем, что в конечном итоге вас, там, россиян, кто будет смотреть и писать мне критику, чтобы вас, там, не били, не пытали, не насиловали. У меня задача маленькая. Волшебные палочки изменить мир и пообещать за три года прекрасную Россию и будущего я не буду. Делаем то, что можем. Так вот, по поводу истории здесь, я не знаю. Мне вообще иногда кажется, что они хотят сохранять оппозиционность, аудиторию, внимание, финансирование, какую-то и поддержку тех, кто их там поддерживает, донатит и так далее. Но при этом не ставить свою жизнь в зону риска. Потому что мы знаем и видим теперь в прямом эфире практически, как Владимир Путин и его сообщники ежедневно совершают военные преступления в Украине. Мы постепенно, раскрывая шаг за шагом эти преступления, выходим на раскрытие преступлений, которые его спецподразделения совершают еще и в Сирии, и в Судане, и в Мали. Постепенно стан его силовиков начинают покидать так или иначе люди, которые начинают прозревать, понимать, что они превращаются в фашистов 21 века. И те, кто переходит на сторону добра, мира и правосудия, приезжая и передавая материалы, они рассказывают жуткие вещи. И на фоне того, когда мы вот эту биг-пикчу собираем, этот пазл, когда мы понимаем, что там страшные наемники, для которых абсолютно было нормой по приказу сверху убить какое-то количество людей, их обезглавить, голову воткнуть на коре, просто для устрашения, для того, чтобы там припугнуть и использовать как информационную психологическую спецоперацию, как ИПСО, чтобы показать, что у Путина есть там команда головорезов, бойтесь его и так далее. Когда мы начинаем понимать, насколько было все это чудовищно и с подготовкой войны против Украины, и как цинично все это дело упирается просто в денежные потоки в Африке, когда они приходят и разрушают страны, захватывают территории просто для того, чтобы тут же начинать добывать золото, нефть и газ. И если западные компании, которые там из Австралии, из Америки работали по свидетельствам очевидцев и тех же бывших участников ЧВК ВАГДР, они все-таки там, где они добывают нефть, они выстраивают оазисы, проводят воду, сажают зелень и пустыню облагораживают, то российские вот эти вот пригожинско-путинские нефтяники и газовики, они просто выкачивают все, что можно, все это проваливается, высыхает, и метод выжженной земли. Точно так же, как и боевые действия они ведут по принципу зачисток и убийства в том числе мирного населения без разбора женщин, детей и так далее. И мы это слышали от бывших вагенровцев и по поводу их военных преступлений в Украине, и по поводу Сирии, и вот сейчас еще по поводу Мали, достаточно большой массив информации приходит. И здесь, тут уже нужно определяться, или это военный преступник и диктатор с его сообщниками, которых нужно разоблачать и нужно содействовать международному расследованию, нужно для ГАГи и для международного трибунала собирать материалы, документы, показания. Либо можно еще находиться в условиях, когда можно там с дронами летать над красивыми дворцами, снимать красивые видео в стиле продажи лакшери недвижимости, и можно вот как бы ругать каких-то конкретных путинских чиновников, которые в принципе Путину самому надоедают и которому периодически нужно их там ротацию проводить и так далее. Ну и сплетничать про Кабаеву, про двойников, про какие-то холодильники. Да, абсолютно. Все что угодно как бы. И плюс, да, иногда еще нужно же подкармливать. То есть людям как бы они устают от этой картинки там золотые унитазы смотреть и так далее. Поэтому им иногда еще надо их радовать и раз в год вбрасывать очевидную ложь. Он умер, он в холодильнике с тем, чтобы вот эти вот люди радовались. Потом им нужно давать возможность их выстраивать в очередь, чтобы они стоя в этой очереди чувствовали, что они немножечко так про демократию и таким образом стоя в очереди, чтобы сдать свою подпись российским спецслужбам, чтобы они переписали всех несогласных и начали в отношении них активные мероприятия. И они там в этой очереди в последний раз себя почувствовали немножечко демократами и немножечко антивоенными. Вот встали в очередь. Это ужас. Это вот в целом как бы я, конечно, понимаю, что многие меня начнут критиковать, что он там сидит в Биорице и играет в гольф, плавает в океане и так далее, а вот они там в очереди стояли. Но так нужно не забывать, что я больше десяти лет подряд с риском, личным риском для моей жизни руковожу правозащитным проектом, который разоблачает пыточные конвейеры и страшные преступления против человечности этого режима. И делаю это на совесть. Но я сейчас не про себя, я сейчас про них. Это говорит о том, что они буквально в одном шаге все от тюрьмы, от ареста, и они прекрасно видят, на примере, тех же самых доблестных защитников Украины, как тех закрывают, похищают, вывозят на территорию России, пропускают через эти страшнейшие пыточные конвейеры, и как вот эта фотография, которая у меня просто перед глазами стоит, сегодня с утра заводят 38 украинцев в клетку так называемого суда в Донецке, пятеро не сломленных, хотя их, очевидно, больше всего пытались, стоят, поднимая голову, и 33 мужчины стоят, наклонив голову, глядя в пол, хотя это, казалось бы, в суде, все должны там можно там помахать, сфотографироваться, их настолько, я даже не знаю, слово подобрать, там выдрессировали, там задавили, сломали, что они голову боятся поднимать, потому что их после этого за поднятие головы могут жесточайшим образом бить и пытать, и их показания согласуются с показаниями тех ребят, которые вернулись из плена, как Алексей Ануля и Богдан Слободян, и рассказывают об этом, о стоянии в течение суток с опущенной головой вниз, и здесь на этом фоне мы смотрим, как относятся к тем, кто действительно боролся с оружием в руках против этого режима, против путинской оккупации, что с ними происходит, и смотрим, как достаточно еще пока лайтово относится Путин к российским оппозиционерам, в российских тюрьмах, с точки зрения того, что вы мне подыгрываете, вот я такой вас поместил, но я вас пока еще не бью и не пытаю, поэтому вы пока не называйте меня диктатором, и старайтесь в эти так называемые суды подавать побольше исков, с тем, чтобы имитировать, что в России есть там состязательность и так далее, не признавайте меня диктатором, помогайте мне играть в эту игру. Хороший контраст, очень хорошая картинка, да. Ну, это абсолютно, и опять же, как бы, и российская оппозиция, они так коробочку картонную надевают с узкой прорезью, и вот свободу политзаключенным, а про то, что, ребят, а еще нужно сказать, может быть, свободу всем украинцам, которых больше пяти тысяч человек, там, речь идет от пяти до десяти цифра, похитили, привезли военные концлагеря, где под контролем ФСБ, военная полиция и спецназы ФСИН, их регулярно избивают, ломают, с тем, чтобы они вот так вот забегали в клетку, опустив голову, руки на плечик друг к другу гуськом, и стоя в пол глядят, что нужно сделать со взрослыми мужчинами, с военными из ВСУ, чтобы они в таком состоянии находились, какие пытки они прошли, российская оппозиция видит, но об этом им говорить нельзя, нельзя им об этом говорить. И об этом вряд ли спросит Такера Каловсен, очень коротко, смотрите, я помню, вот я в этот момент вспоминаю, помните, Дмитрий Гордон брал интервью у Стрелкова, ну, и это там резонанс был сумасшедший, ну, я просто вспоминаю этот период, все как бы там, ну, ну, в общем, понятно, много инсинуаций, а потом он говорит, вышел, я это сделал для ГААГи, но Такер Карлсон не для ГААГи туда едет и записал это интервью с Путиным, которое все ждут, что скажете, вот как вам кажется, цели, задачи и вообще, ну, многие сейчас говорят и поднимают шум, что это нечто будет очень важное. Ну, конечно, это будет важно. Это российские спецслужбы, политтехнологи, пиарщики выискивают таких людей достаточно идейных, которым по пути ехать с Путиным в этой электричке. Это очень большая сложная работа. Из всех американских политиков им понадобилось найти вот этого Дональда Трампа, который там разорялся, поднимался с колен, разорялся, поднимался, которого пригласили в Россию, Москву, обласкали, поддержали. Очевидно, что каким-то образом получили его расположение и можно только догадываться. Это были оперативные мероприятия с системой скрытого видео-аудио-наблюдения в номерах элитной гостиницы в Москве, с помощью которой ФСБ и Путин получили на него компромат. Или это действительно такой человек, которого просто достаточно показать ему красивый длинноногих женщин и посмотреть ему в глаза, пожать руку и сказать, да, вы, в отличие от Хиллари, действительно сильный политик с тем, чтобы он набрал воздуха в лёгкие, поверил в себя и вот при общей такой поддержке и при атаке против Хиллари Клинтон стал вдруг президентом Соединённых Штатов. Это очень большая сложная комбинация. Это не история. Я бы здесь про господина как Такер Карлсон, да, про этого человека. Я не хочу его безосновательно оскорблять и думать, что он просто взял какой-то кейс с миллионами долларов и поэтому он это делает. Нет, я думаю, скорее всего, что он действительно является таким условно как бы там трампистом в ту сторону. Им действительно у него есть какие-то определённые ценности, которые его с Путиным сближают, но при этом этот человек, который находится в позиции Страуса и не хочет, в отличие от многих его коллег, разбираться в преступлениях путинского режима, который не хочет разбираться в сути пыточных конвейеров, с помощью которых диктатор Путин удерживает эту власть и в прямом смысле слова бьёт, пытает и насилует неугодных. Будь то украинцы, россияне и так далее. Туда он копать не хочет. Поэтому в целом что от этого можно ждать? Что он его покажет сильным лидером, который объединяет нацию, за которого большая часть людей. Очевидно, что он покажет историю с Украиной, что не всё так однозначно и наверняка там скажет, что в принципе как бы да, видимо, подведёт к тому, что зритель посмотрит и подумает, что Путин действительно действует как-то обоснованно. очевидно, что он каким-то образом обрушится с критикой на американских демократов, на то они демократы, которые принимают критику, и он обрушится с критикой и на то, что делала Хиллари Клинтон, и на то, что сейчас делает господин Байден, с тем, чтобы в этой истории образовалась опять парочка твикс, Трамп и Путин, которые закружат в этом танце и которые сделают так, что в мире станет ещё меньше демократии, ещё меньше прав человека, и будет увеличиваться роль капитала, силовиков и так далее. Но это действительно мы стоим на пороге, как я вижу, очень нехороших изменений. Вот здесь это без иллюзий. Где такие, как я, и такие, как мы, кто за свободу, за демократию, за право человека и так далее, ну, наверное, мы вот в первую очередь нас будут растирать в порошок и каким-то образом убивать, уничтожать, дискредитировать и так далее. Ну, потому что вы знакомы с методами. Абсолютно, да. Потому что мы эти методы разоблачаем, и поэтому мы им опасны. Потому что мы знаем, они открывают рот, мы видим, что у них в лёгких. Он говорит о том, что он в 2022 году Путин, диктатор Путин, военный преступник, врал всему миру на конференции и журналистам, что к ЧВК Вагнер мы не имеем никакого отношения. и только после военного мятежа, когда его собственная армия головорезов, которую он вскармливал, которую он выдал 50 тысяч заключённых своим личным помилованием, чтобы они отправляли на передовую, которым он выдавал бешеные госконтракты по завышенным стоимостям, а Минобороны по его негласным указаниям, не снимая у себя с балансов, выдавало им РСЗО, танки, боеприпасы и так далее. То есть как-то заискивать перед российскими официальными военными, он говорил, что это наше подразделение, мы это всё финансировали из бюджета и так далее. Когда мы об этом говорили целый год, до этого доказывая, наглядно показывая, что это секретное спецподразделение вооружённых сил Российской Федерации создано для того, чтобы на территории иностранных государств заниматься терактами, диверсиями, атакой на политическую элиту, сменой режимов и так далее. То, что целая череда этих историй мы видим, наблюдаем в Африке и то, в чём они активно очень принимали участие в Украине. Да. Владимир, я хотел бы перейти, потому что мы так вот прошлись по антивоенной идее Надеждина и антивоенном каком-то движении, который там человек простой, стоя в очереди, на морозе попав в кадр агитации за Надеждина, ну, соответственно, остался ни с чем. И мы понимаем, что вряд ли там суд, не суд, в общем, ничего этого не будет, Надеждина не будет. Вот мы имеем четыре фамилии. В следующем итоге, если можно, Александр, буквально короткую минуту, во-первых, тем, кто стоял в очередях, чтобы хотя бы так высказать свою позицию, что они не за Надеждина, а что они против войны, всем, кто будет смотреть, ребят, извините меня за то, что я вот говорил достаточно жёстко, то, что я думаю, вы все молодцы, то, что вы хотя бы в очереди в этой проявили солидарность, чтобы показать, что есть какое-то количество россиян, которые против этого фашизма и которые хотят прекращения этой войны, каждому из вас, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи, друзья, спасибо вам за то, что вы против войны. Очень жаль, что у вас была только возможность проявить это, стоя в очереди и так далее. Но по поводу того, с чем эта вся история с Надеждиной закончится, пройдёт несколько месяцев. Диктатор Путин официальным образом и якобы легитимным пролонгирует своё нахождение у власти и прихватизацию. К сожалению, очень многие люди в российской оппозиции будут лишены аргументов его критиковать, потому что они выдали свои голоса поддержки Борису Надеждину, а Борис Надеждин в определённый момент здесь я уверен просто, что если я ошибусь, я готов буду, конечно, публично извиниться у вас на канале, но я думаю, что он выступит таким красивым спойлером, когда в оконцовке он скажет, да, вот здесь было немножечко по отношению ко мне несправедливо, но в целом он признает Владимира Путина именно как президента Российской Федерации, признает, что в целом всё было демократично и очень жаль, что за меня было там 100 тысяч или 200 тысяч, а не там 50 миллионов. он скажет, что я, он же интервью Собчак, он сказал, я всё действую в рамках закона, мы будем ходатайствовать о разрешении нам акций протеста, но я уважаю, если нам запретят, то есть, в общем, это будет человек, которого вот в рамках поставили его в стоило, и он будет объяснять, что он в этом стоиле, в рамках вот стоя в этой очереди, в этом загоне, вот он с чем-то не согласен. А ключевой же вопрос, вот вы, вот понимаете, ключевой вопрос, это признание, признание. Да, абсолютно, признание. То есть, признаешь или не признаешь, да, так и... Да, он сейчас выполняет роль такого вот магнита, который примагничивает и его там поддерживает там КАЦ, который очень долгое время с мэрией Москвы очень плотно сотрудничал, там, с Раковой, с Собяниным и так далее, там, и часть Болотна и Сахарова протеста увел в урбанизм, велодорожки, и вот, как бы им это удалось тогда, да, КАЦ, Навальный сидит, его жена ставит там подпись в поддержку Надежды, и так далее. Они отдали свои голоса Надеждину, а Надежда в результате потом выполняет ту самую важную услугу, да, как в крестном отце, да, когда-то я к тебе обращусь за услугой, тоже, я тебе помогу. Вот, Кириенко к нему обратился за услугой, он должен был обратиться, и выбрали они для этого доверенного человека, увешанного различными там регалиями и медалями за укрепление УИС, где как раз сейчас сидят Карамурза, Навальный, и огромное количество украинских пренок, которых там в этом укрепленном гулаге 21 века бьют, пытают, а многих и убивают. Вот, и этот человек в результате потом, как он сказал Собчак, что Владимир Владимирович это там талантливый там политик и так далее, ну, он скажет то, что сказал у Собчака, он уже это сказал, просто еще люди в очередях это не поняли, вот, но это будет абсолютно легализация и в этот момент уже ни у команды Навального, ни у команды Ходорковского, ни у других оппозиционеров у них не будет аргументов, потому что они сами отдали ключи от дверок в эти маленькие оппозиционные кельи человеку, который изначально к Владимиру Владимировичу обращается с пиететом, потому что это начальник его начальника, там, куратор, начальник его куратора. Но, тем не менее, должно работать право, должен быть закон, люди в обществах созданы, чтобы жить в мире, а не для того, чтобы убивать друг друга. И таких людей среди россиян очень много. Но тут выходит Алексей Арестович, и вот что интересно, это очень легко подхватывает Соловьев, там, Скобеева, и говорит, ну, а что, что, смотрите, как в Украине мы тут, да, скажем так, да, руководились. у нас из-под палки гонят на войну представители ЦК и мобилизации. Из-под палки, говорит Арестович, а в России спокойно, да, вот плавным ходом, 40 тысяч человек в месяц, идут на контракты и, соответственно, поступают в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то есть у нас как бы несопоставимый вот этот, как бы, вот тут вроде как воины света, но из-под палки, а там воины тьмы, но идут сами. И это очень активно подхватывается, раскручивается, Арестович не в Украине, там, не в части, ну, судя по рейтингам, а там, кто его знает, в части или не в части, то есть мы видим вот эту смену, да, смену акцентов. Владимир, вы человек, который, ну, давайте будем откровенно, который занимается не просто правозащитной деятельностью, вы человек, который занимается защитой, насколько это возможно, прав, в том числе и людей, которые попали на войну со стороны Российской Федерации. Как вы относитесь к подобным оценкам Арестовича и к вот этому стереотипу, что, смотрите, мы находимся в этапе, когда украинцев гонят, ловят, с бабами дерутся, чтобы там не отбили какого-то мобилизованного, а в России, гляньте, как хорошо идут, и получается, идея у них есть, и денежное наполнение? Две составляющие вопросы. Первое, как бы, по поводу Алексея Арестовича. Вообще, этот человек, который себя позиционировал как военный, разведчик, спецслужбист, патриот до мозга костей Украины и так далее, и при этом этот человек полтора года сидит в Ютубе, не вылезая, и занимается, особенно в последнее время, вообще очевидно каким-то там, не знаю, ерундой, шарлатанством. Что мне хочет сказать Алексею? Он наверняка посмотрит, он болезненно очень воспринимает критику, человек, который такой явный нарцисс. Что мне хочется сказать лично Алексею? Я ей хотел в глаза, но все никак у нас не удается с ним поговорить. Если ты разведчик, талантливый разведчик, если ты талантливый военный, если ты любишь Украину, то, наверное, нужно сейчас в это время заниматься не тем, чтобы бить под дых свою страну и тех, кто сейчас воюет, а нужно конкретно сейчас взять оружие в руки или свои таланты. и там на фронте заниматься этим самым, а не выезжать за границу и не заниматься вот этими интригами от обиды, что тебя просто отодвинули от офиса президента. Ну, если ты военный, отодвинули тебя от политики, так вернись туда, откуда ты начинал и сделай там то дело, прими участие, вложи свою лепту в победу своей страны над оккупантами. Ну, это так просто, это вот, когда начинаешь люди вот этим заниматься, здесь конкретно по Арестовичу, значит, по поводу в целом вот этой ситуации, значит, нужно понимать, что в России в протяжении десятилетий осознанно и умышленно, мы теперь это понимаем, мы раньше не понимали, зачем вот этим мальчишкам, которые там что-то не так где-то покурили, взяли какую-то дурю на дискотеку по глупости, плохо сделали, почему им дают по 15-20 лет лишения свободы, изначально их просто обрекая всю жизнь, всю сознательную жизнь провести в застенках в тюрьме, где еще их будут там бить, пытать, насиловать, либо они кого-то будут бить, пытать, насиловать. Зачем? А когда началась война, все стало очевидно и понятно. Они набивали тюрьмы с тем, чтобы вот их туда направлять, поэтому, когда говорят там добровольцы, вот большая часть из них, либо это освобожденные по помилованию заключенные, либо это просто какие-то закредитованные в ипотеках, в жутких кредитах, в безнадеге, потому что экономика схлопывается, производство схлопывается, вся торговля схлопывается, соответственно, люди там выживают и пытаются заработать какие-то там 10, 15, 20, 25 тысяч рублей. И тут объявление 400 тысяч рублей в месяц, гигантские деньги, несколько тысяч долларов США, гигантские, пожалуйста, вот нужно туда. Тем более, еще там эта пропаганда работает и так далее. Огромное количество так называемых вот этих контрактников или добровольцев, они пытаются сбежать либо сдаются в плен ВСУ, либо пытаются обратно сбежать и так далее. Поэтому какое там большое количество добровольцев мы знаем. Там огромное количество мечтает, находясь в составе вооруженных сил, оттуда уволятся. Огромное количество, опять же, как если бы он был там, Арестович, профессиональным разведчиком, он бы знал, что, например, на той же самой авиабазе войсковая часть 333-10 Шайковка, откуда взлетают Ту-22М3 для нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории Украины, там больше 35-40% личного состава либо подали рапорты на увольнение и пытаются уволиться, либо хотят это сделать, просто им сразу командир говорит, что ничего, сейчас никого не подписываем, если ты там подаешь этот рапорт, тебя сразу начинают гновить и ухудшать. И эта история характерна для очень многих войсковых частей, поэтому говорить о том, что туда какие-то очереди стоят, нет, из российской армии огромное количество людей пытаются уволиться, просто они прекрасно понимают, что шаг в сторону либо госизмена, либо там арест по каким-то другим обстоятельствам, до начала открытой фазы войны 10 лет подряд военная контрразведка собирала компромат на командиров войсковых частей. Их специально погружали в такие ситуации, когда им не додавали что-то материальное, например, распишись, говорит генерал-полковнику, за то, что ты получил 10 тонн краски, а краска никакая никуда не пришла, ничего не покрасили, а покрасить надо. И командир объявлял младшему офицерскому составу, а те солдатам-срочникам, что нужно сброситься по 500 рублей, по 1000 рублей с тем, чтобы покрасить заборы, ракеты какие-то в шахты, кисточка и так далее. Я сейчас утрирую, это повсеместно во многих войсковых частях. Для чего? Для того, чтобы у контрразведчиков и у особистов был компромат на каждого командира каждой войсковой части, что ты занимался вымогательством, ты помогал похищать какому-то генералу вышестоящему денежное средство из бюджета, вы там это списывали, а краску материальной ценности вы покупали за счет солдат-срочников, которые, естественно, этому особисту напишут запросто объяснение, как он там 500 рублей, сняв с банкомата или отправив с маминой карты, отправлял куда-то, где все, это вся история, что тюремная система, напичкана этим сбором так называемого общака, что армейская, это все было нужно для того, чтобы у контрразведки, у ФСБшников на каждого командира, генерала, полковника лежали папочки, чтобы они понимали, что ты только куда-то дернешься, за тобой тут же приедут, тебя закурят в наручники, тебя посадят, у них у большей части командиров, их жены поставлены на места директора школы, замдиректора, завуч, или там в детсадике заведующая и так далее, опять же, бюджетники, как коробочка конфет и в нее закладывается там тысячная, пятитысячная купюра благодарности с цветочками, мы это знаем, как в России, поэтому этот командир понимает, только ты дернешься, тебя арестуют, твою жену, бюджетницу, арестуют, как взяточницу, а детей отправят в разные детские дома, и они при этом находятся вот в такой ситуации, я их сейчас не оправдываю, я просто говорю о том, что когда нам Алексей Арестович, там в кавычках разведчик, спецслужбист, объясняет, что с той стороны якобы добровольцы идут, либо это нищета закредитованная идет, и для них, у них вариант или в петлю, ну реально, как бы очень многие, там процент, уровень суицида в России очень высокий, или ему в петлю куда-то там шагать, или уж была, не была, подпишу контракт, возьму эти 400 тысяч, и хотя бы свои кредиты, там долги закрою, и своих детей голодных накормлю, это война нищих и бедных со стороны России, это война оглупленных пропагандой, и так выстроена система, конструкция, что это еще и война тех, кто находится в положении заложников, почему сейчас военная контрразведка предпринимает огромные усилия в войсках, особенно по тем, которые принимают участие в войне, с тем, чтобы нейтрализовать вот это вот зародившееся в прошлом году движение «Нет войне», потому что оно начинает набирать обороты, потому что очень многие российские военные, как бы сейчас, сейчас мне достанется со стороны наших уважаемых украинских зрителей и подписчиков, но тем не менее, большое количество российских военных действительно мечтают вернуться домой, покрасить покосившийся забор своей маме, побыть, не побыть, а вернуться в постель к своей жене, чтобы она им рога не наставляла, мечтают рыбочку паудить, никто там не хочет кого-то атаковать, просто знают, как репрессивная система работает. И вот это вот движение, начавшись, которое мы поддержали, не мы его начали, но мы его поддержали «Нет войне», это движение тех военных, которые пытаются вот этими картинками «Нет войне», когда они патронами, гильзами, гранатами, там, от автоматов, вот сейчас вот недавно прислали тротилом, шашками, там, С-4, взрывчаткой там выложили, очень красочную надпись «Нет войне», речь идёт о том, что войну могут на самом деле прекратить только военные, вот в нынешних условиях. Гражданские, со всем уважением отношусь к тем, кто в России против войны выступает, но мы видим, массовости нет, миллионы не высыпают на улицу, в лучшем случае выстраиваются в очередь, которая контролирует МВД, Росгвардии ФСБ, кто выходит за рамки этой очереди, на них наручники надевают и уже около тысячи антивоенных активистов, настоящих тоже, кстати говоря, героев, отправленных за стенки, сидят в тюрьме за свои убеждения, вот такие герои, как Саша Скочеленка, художница, которая просто этикетки меняла и пыталась россиян образумить, её отправили на гигантский срок лишения свободы просто за художницу, девочку, у которой проблемы со здоровьем, в мирной жизни в России есть какое-то количество людей, которые, но для нас важнее с точки зрения результативности, как я вижу, тем, чтобы внутри вооружённых сил Российской Федерации вот эти вот самые, кто против войны, чтобы они поняли, что ты в этом окопе старик против войны и в соседнем окопе тоже против войны, и хотя ему говорят, чтобы он стрелял в тебе в спину, если ты там побежишь к украинцам сдаваться, а тебе, чтобы ты его стрелял, чтобы они перестали друг друга убивать. Ведь когда мы посмотрели, а у нас достаточно большое количество видеоархива есть и по поводу войны, особенно того, что касается ЧВК Вагнер и Бахмута, там же нету живого места. Каждые 10 квадратных метров прилёты мин и артиллерии. Это был не снарядный голод у Пригожины, у ЧВК Вагнер, а был снарядный понос. Почему? Потому что то же самое видео, когда мы видели, как Руслан Анитин, бывший сотрудник Псковской колонии, который был мобилизованный, которого отправили на передовую, он решил сдаться. И здесь ребята из вот этой вот бригады, из 92-й бригады, КОД-92, помогли ему с помощью дрона спастись и сдаться в плен. Я же отсматривал эти видео внимательно и другие. они огромное количество боеприпасов и снарядов расходуют, чтобы своих россиян там добивать, чтобы они не могли сдаться в плен. Вот здесь в чём вся фишка. И мы хотим это поддержать с тем, чтобы те, кто и на передовой, и у миномётов, и в артиллерии, чтобы они со временем поняли, что они есть народ, что они все, большая часть из них не хотят воевать, и что им пора возвращаться, чтобы они сами друг друга перестали убивать. Потому что так это болезненно для Путина. Почему он готов давать лицензию на убийства, на расстрелы, на эти ямы, на кувалды там Пригожину давал лицензии, сейчас какие-то там жуткие методы используют к отказнякам, к так называемым дотам. Потому что они боятся, что в определённый момент вот эта махина военная, она захочет вернуться к себе и захочет изменить ситуацию в стране, и захочет снести сверху, которые их всё время шантажировали компроматами, которые угрожают им сейчас их жёнам, которые пытаются их домой вернуть и так далее. И вот это вот именно протест внутри российского силового блока спецслужб, МВД, Росгвардии и армии, он очень сильно пугает вот это вот старое проворовавшееся Политбюро. И они понимают, что, скорее всего, они эту ситуацию не удержат. Именно поэтому, кстати, если вы проанализируете, они выкашивали всю элиту российских офицеров и генералов. Кто-то случайно падал с вертолёта о землю, кто-то в аварии, кого-то жена без памяти якобы там застрелила у себя в коттедже и так далее. Они выкашивали тех командиров и генералов, кому солдаты верили, чтобы не было людей с мощной репутацией, которые в какой-то момент заворовавшимся чекистам и олигархам могут предъявить какие-то ультиматумы, поставить какие-то условия. Поэтому здесь, к сожалению, вот здесь как раз это не то, что там камни какие-то в огород российской оппозиции, но они абсолютно не работают с... Они очень мощно выстраивают работу с западными политиками, с теми, кто может дать какое-то финансирование, кто их может куда-то пригласить в какой-то замечательный 5-звездочный 4-звездочный отель, а потом вечером в ресторан. Вот там работа выстраивается феноменально. Просто смотришь на их фотографии и думаешь, блин, ну просто красавцы. Вот я здесь 8 лет и как бы так как я там заправду матку, меня вот зовут там раз в несколько лет куда-нибудь в Европарламент или в Пассе слушают с ужасом моей страсти. И потом еще года два жалеют, позвали, что я им это право. А эти ребята, они буквально еще полтора года назад были в Москве все и играли в эти игры. А сейчас они уже все обласканы на форумах, все там и один за другим каждые 2-3 месяца какое-то мероприятие проходит, на которое кто-то выделяет денежные средства, кто-то пишет отчеты, что они там поддерживают. Я к чему говорю? Эти ребята все не имеют репутации в российском силовом блоке и в российской армии. И они даже не пытаются с ними начать разговаривать. Хотя, по идее, если они политики, они должны в них тоже видеть часть своего электората. И они должны научиться с ними разговаривать на понятном языке. А Путин создал с политтехнологами и администрацией президента уникальную историю. Есть отдельно мощный силовой блок, который заточен на Путина, и только он с ними разговаривает на общем языке. И есть какая-то история с розовыми пони, с радугами, с лейблами иностранных агентов, которые изначально выстроены на то, чтобы быть признанными и обласканными западными политиками, но которые являются абсолютно чужеродными тем, у кого в руках сегодня автоматы, минометы и пушки. И эти ребята не хотят общаться с российскими военными, потому что те за правду матку, те могут в морду дать, и могут правду сказать. И это очень тяжело и сложно. Гораздо проще общаться с депутатами в Париже, в Берлине и в Нью-Йорке или с конгрессменами в Вашингтоне, где в принципе все будет прекрасно, замечательно и позитивно. Но только это не даст никакого эффекта и не остановит войну. И здесь есть большая проблема. А каждый раз, когда мы пытаемся создавать эти диалоги и так далее, когда мы пытаемся вывести кого-то, чтобы хотя бы эти ребята, одумывавшиеся, начали давать какие-то показания в ГАГе, в каких-то военных следствиях помогать украинскому офису генерального прокурора расследовать военные преступления, нам же еще от них прилетает, что вы там их вывозите в хорошую жизнь, и вы там чуть ли не проект ФСБ и так далее. В такой же, в которой живут они. Тут же тоже очень интересный момент. Знаете, они же, но если там коротко, буквально минуту, Александр, они же меня обвинили, так, их вот этот кружок белое пальто обвинил нас в том, что оказывается, то, что мы разоблачили пыточные конвейеры преступления против человечности, показав страшное нутро путинского режима, это оказывается не наше независимое расследование, а это якобы психологическая операция, чтобы Путин специально дал видео Осечкина, чтобы он их показал им, чтобы они так сильно испугались, что они прекратили свою любую политическую деятельность. То есть во всех их неудачах виноват Осечкин. Друзья, смотрите, я очень благодарен всем, что вы смотрите это видео с Владимиром Осечкиным, у нас долго не было разговоров, прошу прощения. Много, скажем так, причин по этому поводу, но самая основная это, ну, конечно, просто сумасшедший график Владимира, сумасшедший, да, и я очень благодарен и ценю, скажем так, наше время, которое мы с вами проводим, понятно, что есть все равно какие-то определенные рамки, но чтобы эти рамки преодолеть, ну, взять и как бы, да, вот есть телеграм-канал и ютуб-канал ГУЛАГУНЕТ, переходите, подписывайтесь, я оставляю ссылки как всегда в описании, поэтому как бы интересуйтесь. Я, ну, мы когда вот опять-таки долго там договаривались с нашей встречей, понятно, что там хотели поговорить о компании Европолис, там, наследии Вагнера, это достаточно вдумчивая и серьезная работа, которую проводит правозащитная организация Владимира, да, он, его единомышленники, не только он, да, один, а там целая группа юристов, это взаимодействие там с странами Европейского Союза. Обо всем об этом подробно в телеграм-канале прочитайте. Я хотел бы, чтобы вот точку поставили в нашей сегодняшней встрече, сегодняшней встрече, знаете, а вот мы вот, такое ощущение, что мы вот пляшем вокруг этого вывода в течение всего нашего с вами разговора. получается, получается, что очень дохренищи людей, которым не хочется, чтобы война заканчивалась, Владимир. Вот получается, есть несколько крупных групп интересантов. Первое, конечно, это финансово-промышленные группы, которые занимаются производством оружия, вооружения, и им это выгодно, с тем, чтобы было больше заказов, с тем, чтобы огромное количество стран тратило денежные средства на закупку вооружения, производство вооружения. Сейчас скажу то, что, наверное, меня точно угробят, но я скажу, это мое мнение, я могу ошибаться, но есть интересанты, кто на этом зарабатывает, огромные, колоссальные деньги. По две стороны вот линии фронта и вот этих вот границ. Это раз. Второе, безусловно, война дала возможность очень многим набрать на этой теме, на интересе, на хайпе, на страшной трагедии огромное количество зрителей. Ну, здесь как бы это не прямое обвинение ютуберам, например, потому что все-таки это было еще косвенно связано с тем, что в России закрылось огромное количество медиа, и просто люди не хотят смотреть Роспропаганду и так далее. Но, конечно, война дала возможность очень многим взлететь подписчикам и по донатам, и по финансированию и так далее. И я вижу, что есть просто как бы сформировалась целая индустрия, которым чем хуже, тем лучше. Это страшно. Вот я, например, честно скажу, я вижу свое будущее после закрытия проекта «Гулагу.нет». Я мечтаю закрыть «Гулагу.нет». Я не хочу через 5 или 10 лет оставаться в рамках проекта «Гулагу.нет». Мне достаточно хобби, занятий, есть о чем написать какие-то книги. Итак, история с каналом. Я надеюсь, что мы доживем до момента, когда диктатура Путина рухнет, когда это жалкое ничтожество сгинет в небытие и начнется полноценное масштабное развенчание культа личности, в России наступит целый ряд реформ, которые демонтируют эту тоталитарную систему. И в этот момент, я надеюсь, я вот так вот похлопаю руками, если доживу до этого, и мы все это закроем. Но есть и люди, кто себя не видит без вот этого какого-то бешеного количества просмотров и так далее. Это тоже болезнь, это существует. И, конечно, огромное количество политиков. Сейчас пандемия помогала сменять дискурс, потом война в Украине. Такие какие-то крупные явления, они, конечно, очень многим тоже позволяют быть на коне. Если помните, в Америке есть фильм очень классный с по-моему, с Робертом Де Ниро, если не ошибаюсь, «Хвост виляет собакой», когда понадобилась какая-то война, но это, в общем, еще в сторону уйдем. Но, в общем, интересантов у войны очень много, а за мир, и опять же, здесь важный момент, те, которые за войну, которым война важна, у них, как правило, они ресурсны с точки зрения вооружения, спецслужб, финансирования и так далее. А вот мы такие, те, которые за мир, у нас же нет ни вооружения, ни миллиардов и так далее. И в этой истории как бы мы и сильно-то и равны, и это происходит, избиение тузика-грелки. И страшные события происходят, и люди погибают в этом во всем. Но, в первую очередь, да, отмотаем пленку 2019 год. Об этом мало кто говорит, но это было, я очень помню, извините, уж там 2-3 минуты такой как бы камбэк, октябрь 2019 года. Меня в кои-то веки пригласили в Европарламент, но не по теме защиты правозаключенных, а слушания были по поводу Северного потока-2, и в рамках этого рассматривалась возможность, можно вообще в Европе с Россией дела иметь или нет. И, соответственно, меня позвали даже не европейцы, а ассоциация, как эксперта выступить по этой тематике в части того, используют ли госкорпорации труд заключенных и тюрьмы, и насколько этично работать со страной и с госкорпорациями, которые используют ГУЛАГ 21 века. Вот. И я выступил там 5-7 минут. Катком по нам поехали. Просто катком. А ведь мы тогда им говорили, что, ребят, вот вы, работая с Газпромом, вы де-факто помогаете им, накачиваете их финансами. И тогда уже было понятно, что как только он дотянет Северный поток-2, как только он дотянет мощные газотранспортные коридоры в Европу, следом он обрушится против Украины, потому что надобности в этом газотранспортном коридоре уже не будет, у него и у Европы будут альтернативные источники и так далее. И США, кстати говоря, тогда прямо говорили, как бы, да, что, ребят, вы, давая возможность Путину, да, отказываясь, например, от американского СПГ газа, вы накачиваете Путина, который, ну, как бы, есть риск того, что он начнет войну, и он будет угрожать вам оружием. Но вот сейчас 2024 год. Это было там 4,5 года назад. Но ведь все же тогда сбылось. Я к тому говорю, что, к сожалению, ну, опять же, как бы, а 2015 год. Я приезжаю сюда, я привожу вот эти вот архивы, жесткие диски, там, с пытками и так далее. Но еще многие годы все продолжало, все продолжали делать вид, что это не такой уж и тоталитарный режим, что Осечкин что-то там сгущает, что, ну, пытают, но не всех, но пытают каких-то там уголовников, пытают каких-то там непонятных экономических, но наши политические, вот наших там элиту среди заключенных, их же никто швабры пока еще не трогал, значит, все вот как бы не так уж и страшно, а то, что там какие-то зэки кого-то там или там, но на все это долго закрывали глаза. В результате сейчас уже международное сообщество озаботилось. Украинцев теперь похищают и пытают, и они косвенно понимают, что если эта машина военная Путина пойдет дальше, то следом латышей, эстонцев, поляков, чехов точно так же могут заводить потом в клетки, они будут стоять головой в пол, а им будут зачитывать 30-летние приговоры за то, что они там мешали, препятствовали проведению в специальные военные операции. Ну что, это не так? Но кто-то же давал ему все эти годы огромное количество денег и так далее. А если сейчас вглубь пойдем дальше, может быть, это вообще один из моих последних эфиров, я сейчас точно договорюсь, но это важно сказать. А госкорпорация Росатом находится сейчас под санкциями? Та корпорация, которая разрабатывает ядерное оружие, которым Путин угрожает всему миру. Эта госкорпорация сейчас имеет контракты с разными странами мира по поставке различных вот этих целых перечень таблиц Менделеева за огромные денежные средства для атомных станций в Европе и в разных странах мира и так далее. Поэтому это очень сложно. Путин смог за эти 20 с плюсом лет выстроить огромное количество, не только Путин, это олигархат с российскими спецслужбами. Они смогли выстроить огромное количество агентурных связей, наработали огромное количество компроматов, в том числе покупая яхты, виллы и собирая компромат на политиков, журналистов и бизнесменов. И вот эта мафия, самая большая мафия в мире за всю историю человечества, она сильна, и это гигантская проблема, глобальная проблема для демократии во всем мире. Но мы люди, которые хотят мира, мы не маленькие люди, мы способны на многое, поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, не теряемся, берегите себя и друг друга. Владимир, спасибо большое за то, что уделили время и поделились своими мыслями. Спасибо вам, Александр, и всем мирного неба над головой и победой над тоталитаризмом, диктатурой и этим военным преступником. Спасибо.